Развитие человечества Оно сопряжено с увеличением потребления света. Все современные средства освещения зданий через оконные проемы, через верхние зенитные фонари это достаточно энергозатратные. Через них идут энергопотери, слепящая яркость. Если мы говорим о высокоэффективных и комфортных зданиях, то мы должны рассматривать иные способы освещения. Вот этот купол и вот это отверстие оно примерно соответствует среднему размеру обычного стандартного окна. То есть мы можем с помощью вот этого оборудования осветить помещение 10-12 квадратных метров. Здесь идет концентрация полусферы и передается в помещение. А дальше с помощью вот этого диффузора идет стопроцентное рассеивание в пространстве. То есть мы получаем светящееся пространство. В 2004 году я приехал в США. Корпорация «Салтюглоба Маркетинг» заинтересовалась моим предложением. Через несколько лет получили дистрибьюцию по России, а затем по таможенному союзу. У нас сейчас в настоящий момент работает дилерская сеть по данной технологии. Только в России 16 компаний. От Санкт-Петербурга до Хабаровска. А также ряд компаний Белоруссия и Казахстан. Проектировщики произвели расчет. И оказалось, что применение световодов удешевляет строительство на сумму, превышающую на порядок сумму примененного оборудования световодного. Главным нашим достижением является то, что наш совместный опыт позволил нам разработать и осуществить первые проекты создания системы совмещенного освещения. Мы ее назвали гибридной системой совмещенного освещения. Крупный проект, который мы сделали, это Мега-Адыгея. Прорывная такая, такой шаг, которым мы опередили даже наших американских партнеров. Технология передачи света по световодам является системообразующей технологией. Эта технология, она повлияет не только на архитектуру, она повлияет на культуру населения, на его понимание комфорта. Ну, по всей видимости, время пришло, когда эти технологии вызывают интерес. Продолжение следует...